Отметить годовщину полета в космос по особенному решили автомобилисты из Химок. В канун памятной даты автовладельцы собрались на парковке торгового центра. Колонна из 30 машин выстроилась в форме космического спутника. Инициаторами такого празднования дня космонавтики стали члены клуба Автохимки. Участие в организации флешмоба приняли и активисты проекта «Химки. Интересно жить». Я приехала сюда с ребенком на машине, чтобы активно поучаствовать в этом мероприятии. По приглашению клуба автолюбителей «Химок» мне было очень приятно принять участие во флешмобе. К автофлешмобу присоединился и исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Александр Васильев. Много партийцев на своих автомашинах приехали сюда для того, чтобы поучаствовать в данном флешмобе. Впрочем, флешмобам в канун Дня космонавтики не ограничились. В честь праздника в «Химках» участники добровольческого движения «Волонтеры Подмосковья» возложили цветы на аллее героев трудовой славы, после чего исполнили песню «Земля в иллюминаторе», которую посвятили всем ученым и космонавтам. «И снится нам не рокот космодрома, не эта ледяная сереба». Полет Юрия Гагарина в космос отметили и самые маленькие химчане. В детском саду номер 50 прошел праздник, посвященный Дню космонавтики. На время торжества дошколята перевоплотились в звездочек, космонавтов и даже инопланетян. На праздник к детям прилетел звездочет. Он рассказал ребятам о космосе, Вселенной и планетах Солнечной системы. Марс, Лепитер, Сартур. Да, еще одна планета – это Дебедь. Это Бутон. Мы на какой живем? На Марс. На какой сегодня праздник? Юрина Гагарина. Он пел и поетел в космос. Он герой. По словам педагогов, на таких праздниках дети не только веселятся и развлекаются, но и узнают много нового, знакомятся с историей своей страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова